Непонятно, что происходит сейчас в Крыму. Действительно непонятно. То ли это действительно какая-то такая уж бездумность, то ли это вот, как вам объяснить, такая откровенно говоря тупость. Но мы видим, в принципе, мы видим, что сейчас происходит в Крыму. Мне пришло 2014 году, правда, все мои движения, мои недвижения. У меня сейчас ничего нет. Вот просто ничего нет, понимаете? Произошло просто истребление малого и среднего бизнеса. И таких примеров, как у меня, они не единичны. Дело в том, что я общался хорошо, общался с местными предпринимателями. Мы до сих пор общаемся. Большинство просто закрыло. Картинка всеобщего благополучия на фоне того, что сейчас переживает Крым, что испытывает население, это просто идет лжеинформирование. Поэтому мы постоянно об этом говорим в социальных сетях. Поэтому сформированы группы именно крымчан, независимых крымчан, которые пытаются достучаться до материковых и объяснить, что в конце концов это либо надо прекращать, либо это действительно добром не закончится. Потому что я понимаю, что можно потерпеть год, потерпеть два, понимаете? Вот прошло пять лет, сейчас подводят какие-то итоги. А подводить реально нечего. К чему могут обратиться данные люди? Это мост, аэропорт и Таврида. Таврида находятся в ужаснейшем состоянии, там постоянно. То какие-то провалы, трассы, да. То какая-то уже идет колея, нам пытаются заявить вот эта компания ВАД-Патриачек о том, что будет какой-то мифический третий слой, который все выровняет. Как ты можешь что-то выровнять, если ты использовал наш слабый щебень? И колея только из-за того, что этот щебень уже раскрошился, понимаете? Какой ты сделаешь слой, это то же самое, что построить добротный дом на гнилом фундаменте. Такого не получится никогда. Есть такие каналы в Украине, знаю, там крымский бандеровец, знаю, где не раз он так же упоминал, в частности про меня, пишет там предатель Украины, там, и так далее. Здесь я агент СБУ. Но я считаю, что независимая точка зрения, она должна быть всегда. Она должна присутствовать. Почему? Потому что именно независимость, чего сейчас не хватает, вот этим местным СМИ, я их называю, грубо говоря, рупора, понимаете? Нельзя вводить народ в заблуждение, кто-то об этом должен говорить. У человека, который всю жизнь чего-то добивался, у человека, который, как объяснить, который был свободен, сейчас я чувствую себя просто несвободным человеком, несвободным в каком отношении. То, что все мои инициативы, над которыми я работал годами, можно сказать, а это были года и без выходных проходных, так они все просто-напросто разбилось о стену непонимания, о стену даже не то, что непонимания, а какого-то целенаправленного вредительства в мой адрес. Так что, как говорится, вот в Крыму очень часто бытует поговорка. Мы, да, мы были за Россию, мы голосовали, не голосовали за Россию. А мы попали просто в какую-то Российскую Федерацию, в которой многие сейчас не могут найти себе нормальные люди, понимание, зачем это все было, для чего это все было. Вы знаете, я всю жизнь занимался в Крыму строительством. То, что я вот немного отвлекусь от темы, то, что делается сейчас, я считаю, это просто-напросто уничтожение Крыма по-другому, именно о строительном бизнесе, по-другому я никак не могу сказать. Значит, я проработал на стройке в свое время, начинал я от подсобника, заканчивал, закончил прорабом, у меня образование строительное. Значит, в 2012 году один наш крымский ученый вывел некую формулу, которая позволила, в принципе, в определенной отрасли строительства, можно сказать, перевернуть отношение полностью к этому виду деятельности. Речь идет у нас о тротуарной плитке. То есть при использовании данной добавки получалось так, что всего лишь 0,3% веса цемента ты добавляешь этой жидкости, и конечная прочность изделия увеличивалась у нас на 60%. Знаете, эту идею мы в 2012 году под это дело открыли ООО, и буквально за год, за год мы завоевали практически 2 трети рынка Украины, это однозначно. Вы знаете, после событий 2014 года к нам пришла, во-первых, произошел полный грабеж предпринимателя. То есть, поймите правильно, что ведение бизнеса, вот это купи-продай, я называю это барыжничество, это одно. Ты сегодня вложил, это короткие деньги, завтра продал, и, в принципе, вот весь бизнес. Научно-производственный бизнес – это абсолютно иная вещь. Целый год это была полнейшая неразбериха. Сначала отмена вот этой гривневой зоны, потом рублевой зоны. Мы остались полностью, когда перекрыли границу, мы потеряли весь рынок сбыта, мы потеряли сырьевую нашу полностью базу. То есть мы остались, можно сказать, на ровном месте. И ни с чем. В России у нас получилось, что... У нас исчезло полностью банковское нормальное обслуживание, у нас исчезло кредитование. То есть мы оказались выброшены и никому не нужны. Во-вторых, абсолютное невнимание ни чиновников. То есть как-то вот предприниматель был выброшен из поля зрения. Ну, хотя на тот момент, может, действительно, у властимущих стояли какие-то более другие глобальные проблемы. Мы как к ним прислушивались, понимали. Но хотя в тот же момент, мне как человеку, вот, связанному с предпринимательством, непонятно одно. Как можно добиться каких-то экономических показателей, когда ты просто-напросто не обращаешь на предпринимателей никакого внимания. И поэтому с 15-го года я начал поднимать эти вопросы и на первом крымском канале. То есть было у меня пару там круглых столов, где присутствовали наши депутаты. Там они делали вид, что они все понимают, будут нам помогать. Ну, в конечном итоге это у нас получилось так, слова на ветер. После того, когда я занялся уже общественной деятельностью, я вижу, что вообще все наше местное телевидение и вот это все наше правительство, которое сейчас возглавляет Крым, это действительно одна сплошная имитация и анонсирование, которое не ведет за собой, ну, абсолютно никакой, не смысловой нагрузкой, никаких-то там исполнительных функций. То есть это просто замыливание глаз. Я не знаю, может для отчетов там наверх в Кремль, что здесь якобы что-то у нас там растет, процветает. Может для того, чтобы им самим было спокойнее тут и ощущать, что они несут какую-то полноценную нагрузку от своей деятельности. Ну, все это для меня, это все является фикцией. Кем нас только не называют? И газдеповскими засланцами, и работниками СБУ, и то есть так далее. Но все-таки давайте раскроем глаза и посмотрим, что такое вот, даже проходя мимо детского парка, что такое были украинские технологии, что такое российские технологии. Украинские технологии – это плитка, которая лежит с тех времен, которая, в принципе, ну, может где-то чуть-чуть просела, может, но она выглядит достаточно прекрасно. И тут же пришли российские технологии. Это некачественный асфальт, я бы даже сказал, вот эта вот асфальто-песчаная смесь, которая сыплется, которую переделывают раз в два года, раз в три года. Ключевой точкой стала все-таки реконструкция славная нашего центра. Почему? Так как специалист тротуарной плитки, вы уже, наверное, поняли, я когда увидел, что здесь у нас было сделано, я, конечно, пришел в ужас и, естественно, начал об этом заявлять в сети Фейсбук. Реально здесь было на центре, у нас украдено 169 миллионов рублей. Мы можем пройти, вот, посмотреть, то есть она везде, она вся в сковороде, выбоина. Ну и плюс еще, конечно, сама культура производства работ. Во-первых, в центре были неправильно смонтированы именно ливневая канализация. Из-за этого в данном центре у нас уже было 4 или 5 провалов плитки, которые, в принципе, могли привести к человеческим трагедиям, грубо говоря. Вот очередной провал, который буквально свершится, я не знаю, может, в течение месяца, в течение месяца. За эти деньги можно было выселить всю плитку до ЖД вокзала прямо от центра. Я начал об этом говорить, но здесь у нас оказалось, что замешаны, в принципе, самые высокие люди. И вот тогда и тогда мне начались, у меня на предприятии начались первые проблемы. То есть пошли необоснованные блокировки счетов, начались какие-то непонятные проверки, какие-то постоянные звонки, постоянные. То есть были созданы такие реалии, что мне просто-напросто вынуждали меня просто непонятно. На тот момент я не мог еще понять, к чему меня вынуждали. Ну, подумайте сами, вот приходит с банка выдавление о том, что у вас арестован счет. На основании чего? Недоплата НДСа в первом квартале. А дело происходит у нас в октябре. Я говорю, ребят, подождите, как такое может случиться, если у нас электронная база 1С, подача налогов? Если бы я недоплатил НДС, эта машина бы посчитала, и у меня бы уже 28 апреля был бы заблокирован счет. Привезите документы, подтверждающие. Через полчаса мои бухгалтера подвозят документы, счет держат закрытым полторы недели. Только он у меня открывается, тут приходит от пенсионного опять блокировка счета. На основании чего? Мы ошибочно вам посчитали штраф, заплатите его, пожалуйста, и мы вам потом вернем. Но это маразм. Нет, сейчас на мне висит там какие-то штрафы, на мне висят там какие-то, как объясните, эти судебные приказы, что я кому-то что-то должен. Я не собираюсь, мне нечем оплатить, понимаете? Пусть признают меня банкротом, но без моего участия. Я считаю, что я не для того всю свою жизнь что-то делал, что-то производил, что-то, ну, грубо говоря, что-то творил, понимаете? И уподобляться вот этому всему, мне, честно, я даже не представляю, как можно прожить на те же там 500-600 долларов в месяц. Для меня это какой-то, ну, не знаю, никогда так не жил, и жить так я и не собираюсь.